Музей Выставки мастеров под лесной таблы раз в два года регулярно открываются и экспонируются в нашем музее. То юбилей кого-нибудь из ведущих мастеров, то, а сейчас вот юбилей уже всей ассоциации речков села под лесной таблы. Резьба в селе под лесной таблы существует еще с конца 70-х, начала 80-х годов. За это время выросла уже целая плеяда мастеров, и после долгих страданий и мук, когда в селе пытались открыть и кооператив, и какой-то центр, цех по изготовлению сувениров резных, это все не получилось, и в конце концов мастера сейчас существуют и в таком организационном объединении, которое называется ассоциация мастеров села под лесной таблы. В этом году этой ассоциации 15 лет. Входит туда, в эту ассоциацию более 30 человек. Это выходцы и из детской художественной школы, и те, кто начинали первые еще 80-е годы, и люди, умудренные опытом, и более молодые мастера. Идеологом и руководителем этой ассоциации является Петр Владимирович Рябов. Человек, глубоко преданный своему делу, влюбленный в свое село, в свою малую родину, любящий очень народное искусство, любящий мордовскую, вернее, ирзианскую культуру. На данной выставке старых работ почти нет, очень много новых работ, и мы можем проследить, как эволюционируют мастера, потому что время идет, и они понемногу изменяются, какие-то у них появляются новые темы, новые приемы резьбы. И здесь представлено более 120 работ разных авторов. Поскольку ассоциация называется «Эрмейс» по-эрзиански «Мастер», то и открывает нашу экспозицию работа «Эрмейс». Вот она. И здесь как раз создан образ вот этого древнего мастера, умудренного опытом в окружении своих внуков и учеников. И у каждого в руках что-нибудь такая, поделка, сделанная этим мастером. У кого вертушка, у кого там конь деревянный. И все это оформлено мордовским орнаментом. В этот раз мы собрали работы по темам, потому что главная тема вообще мастеров, резчиков села Подлесная Тавла – это жизнь и быт села, национальная культура, обычаи, занятия сельчан. Очень много у них, например, мотив всадников, мотив войщиков. В телеге там едет мужик, везет сено, или едут с ярмарки, или там домашние задания односельчан. Все это сделано с огромным юмором, таким добрым причем юмором где-то. Немножко, может быть, и сатиры проглядывает в каких-то работах. Мастера всегда наблюдательные, и мы видим такие вот подмеченные, очень интересные какие-то эпизоды в жизни бытия сельчан Подлесной Тавла. Всех их объединяет единый стиль, единые стилистические особенности. И если поначалу мастера села Подлесной Тавла, они копировали, и за основу взяли искусство богородских мастеров, у которых правильные пропорции, у которых детализация очень большая в обработке, то постепенно, взяв за основу, мастера села Подлесной Тавла отходят от богородской резьбы и создают свой стиль, свои ритмы, свою пластику, создают свои особые приемы, которые ни с чем не спутаешь. Надо сказать, что у них всегда очень приземистые фигуры. Если голова человека 7-8 раз укладывается в теле, у тавлинских героев голова укладывается 3, ну, реже 4 раза. Очень большая голова. Отсюда получаются приземистые фигуры. Ну, это от того, что мастера хотят показать исконность какую-то, непосредственную связь с землей своих героев. Они словно вырастают из земли и не отрываются от нее. Можно сказать, они как бы вросли и очень крепко стоят на ней. Вот такие вот мордовские богатыри. И какую бы работу мы ни увидели, мы всегда видим вот эту характерную особенность. Ну, и кроме того, они как-то еще стараются декорировать свои работы и показывать нарядность и связь с мордовским орнаментом, с мордовской вышивкой. Как бы не доверяясь, что и так-то они очень национальны даже по своей стилистике. И тем не менее, всегда вводят во многие свои работы элементы мордовского орнамента, резьбы под дерево. Вот какой бы мы ни взяли, то ли это в костюме, то ли это в подставке, это всегда мы видим вот намек на причастность к народному искусству. Не просто резьбе, но еще и вышике, другим видам искусства. Очень много работ связано с темой грибников. Вот грибы, ну, это один из продуктов питания народных соленые, жареные грибы, сушеные грибы. Это вот любимые продукты, когда грибы появляются, конечно, все село, да и не только Тавла и другие села идут на заготовку грибов. И поэтому вот здесь мы видим несколько работ, посвященных грибникам, вот сбору грибов. И висе они у каждого мастера, они разные. Старая бабушка подзлеповатая, чтобы разглядеть грибы, она должна согнуться буквально в три погибели. И мы здесь видим, грибы как бы прячутся за пенек от нее, а бабка старается разглядеть, увидеть где-то за травой вот эти грибы. Грибник, который набрал себе полную корзину, полная лукошка, умудренный дедушка, как хозяин, вот он остановился, подумать полная лукошка. Мы видим даже тут и грузди, и рыжики, боровички, и подберезовики сделаны из одного целого кусочка, куска дерева. Поэтому взять ни один гриб невозможно. У каждого грибника есть свои места, а этот, зная свои места, где грибов хоть косой коси, вот мы видим с юмором таким, он уже не сгибается в три погибели, он не ищет среди травы, он просто косит и косит и косит. Грибники часто, каждый со своих мест, потом на опушке леса встречаются и, естественно, обсуждают, кто сколько чего нашел, кто что видел. Незадача ли моему деду, который пошел в лес, может быть, и чуть-чуть выпивший, вот он собирал грибы, собирал-собирал, и вдруг тут ему в пеньке в старом померещился леший. Лещики из села Подлесной Тавлы любят коня изображать. Конь вообще священное животное, не только у мордвы, вообще у всех финоугров. Не случайно еще в древних мобедельниках мы находим украшения, которые украшены головками коня. А куда без коня в хозяйстве? Поэтому вот перевезка бревен, перевезка сена, и везде вот участвует конь. Рещики села Подлесной Тавлы, они еще прекрасно используют лыка. Режут они из мягкого дерева, из липы, потому что липа наиболее податливая для мастеров. Но кроме того, кроме самого дерева, они используют и мочало, разудранное лыко. Делая коня, мочалом они делают ему гриву, подстригают это все, очень декоративно, красиво, и всегда есть резьба какая-то, и всегда есть солярный знак. Орещики села Подлесной Тавлы, они все не лишены юмора. Был у старика козел, и он сказал, что-то я его зря кормлю, 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 ни молока от него, ничего, ну хотя бы коня нету, хотя бы запрячь его. Такой он стал здоровый, вырос почти с маленькую лошадь, запряг его в сани и поехал с ним за дровами. Сделал старик себе скворечники для того, чтобы скворцы поселились и в огороде не клевали, а дерева-то и нет. Вот встал сам вместо дерева и держит. Очень много масок на нашей выставке. Они, безусловно, и украшают. Почему маски? Потому что Мар-2 в своих обрядах они всегда использовали эти маски. Они закрывали лица себе, чтобы не повредили им духи какие. Они или ряженые были на свадьбу, наряжались. Есть у нас маски, которые изображают козла, медведя каких-то других. И есть целый ряд масок, изображающих различных богинь мордовской мифологии. Бывают какие-то такие незапланированные художественные ошибки. Художник, наверное, может быть, не рассчитал даже пропорции. Ему не хватило, чтобы сделать ему голову более выпуклой. Получилось, как вот крышу снесло, плоский такой ларлоб. Но в то же время это вот образу и выражение лица вот этого вот охотника придало какую-то такую вот хитринку, юмор и удивительную привлекательность и самобытность. В последнее время наши мастера делают музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты были и примитивные у мордовского народа, в то же время очень разнообразные и интересные. А по своей конструкции и по своему назначению это порой даже бытовые какие-то вещи. И здесь как раз мы вот в этой работе мы видим какие-то колокольчики, пила, которую вот изгибая издает такой вот свистящий звук, и трещотки всевозможные. И это можно видеть и на стенде. Вот здесь мы видим, ну, такой маленький рубель, а на самом деле большой рубель брали музыканты народные. И какой-нибудь палкой или вот специальным делом набивали ритм. Вот, пожалуйста, вам один музыкальный инструмент. Ну, естественно, ложки всегда использовались в качестве музыкального инструмента. Вот такая вот трещотка наподобие коробочки насыпается горох, и тоже отбивался рим. В общем, все музыкальные инструменты, они были по своему звучанию отбивали ритм какой-то, издавали какие-то звуки очень интересные, ну, очень ритмичные. Колотушка. Да, с такой колотушкой по селу ходил сторож ночью. Ну, и самое, конечно, забавное, интересное, это вот крещотка, которая и у русских, и у мордвы используется. Есть и более серьезные образы в творчестве мастеров. Например, вот такие, как ожидание. Вот старик со старухой дожили до преклонных лет и где-то на дороге стоят и ждут своих внуков, когда им приедут, или дети, навестят их. Очень несложная пластика сама по себе, ну, а в ней вот содержится столько скорби, столько мудрости, да, очень простые по формам. Вот этот ритм скорбный, он создает вот определенное настроение. Вот это чередование, несложные очень, постаряющихся ритмов, он и создает ощущение вот ни текучести, ни движения, вот устойчивости такой, монотонности и в то же время скорби. Ну, а я говорила, маски, вот, пожалуйста, разные, с разными выражениями лица, очень разные маски, их много. На этой витрине мы видим несколько работ, они все посвящены трудовым процессам сельчан. Одна из таких работ интересных, это очищение бревен, подготовка их к строительству. Ну, чтобы построить дом, бревна надо, конечно, почистить, очистить от коры, чтобы она не гнила, и уже вот чистые, гладкие бревна, они идут на постройку дома. Оказывается, процесс этот непростой, в нем целых три человека участвуют. Такие процессы, они уже уходят в лету, и они забываются, и современное поколение уже не знает, как это делается. Искусство подлесное тавло, оно начиналось и исходило от творчества богородских мастеров. А богородские мастера, они чаще всего делали богородскую игрушку. Тавлинские мастера, восприняв вот эту игрушку, они внесли в нее много своего и свои вот исконно сельские, мордовские сюжеты. Ну, вот очень интересный такой, как два соседа не могли, не могут поделить петуха. Снесла курица яйцо, один говорит, это мой петух, потому что курица на моем участке, снесла, обронила яйцо, второй говорит, нет, петух мой, потому что это моя курица, и в результате вот никак не могут поделить. Вот такая движущаяся, очень веселая, смешная игрушка. Ну, это уже такая, она украшена ее подставкой, мордовским орнаментом, и здесь по-эрзиански написано, когда в семье лад, не нужен никакой клад. Вот тут вечером старик и старуха сидят и готовят, возможно, пельмени, старик раскатывает тесто, старуха замешивает муку. Вот такая вот, на столе мы видим исконно мордовская, типичная эрзианская солонка, и костюмы мы видим у женщины, чисто такой эрзианский костюм, на ней пулай, на ней рубаха панар, на ней головной убор панга, оба в лаптях, да и на мужике, у мужа ее мы видим рубаха, тоже украшена вышивкой. Колесница, конники в разных видах, здесь вот мы видим и ребенок запряг лошадку, здесь мы видим и более взрослого такого мужчину, который занимается пахотой. Вот опять-таки, этот уже вид трудовой, деятельность, трудовой процесс, опять-таки канул в лету, а здесь он воспроизведен и конь богатырский, да, и помощник у мужика, его маленький ребенок, и мы видим саха, тоже она очень достоверно сделана, с большим вниманием каждой детали, вот и земля тут такими вот насечками обозначена. Помимо вот таких сценок, композиций сюжетных, мастера села Подлесные Тавлы делают и бытовые предметы, мы видим тут различные соломки, разные модификации, с элементами коня, украшенные мордовским орнаментом, с крышками, без крышек, здесь есть и ковши и братины, и для меда или для воды, вот для кваса, всевозможные жбаны. Одно из очень интересных музыкальных инструментов, которые участвуют во всех вот таких больших сельских праздниках, и на свадьбу, и на масленицу, и на Рождество, когда компании молодежи ходят по домам и калейдуют, они всегда берут с собой вот такое вот маленькое дерево, которое украшается мочалой, а чаще всего цветными лентами и обязательно колокольчиками. Этот музыкальный инструмент называется люляма, и вот с ним они ходят по селу, подходят к дому, начинают стучать им, звенеть колокольчики, и хозяева знают, что к ним пришли гости. И когда поют какие-то песни, люляма отбивает вот этот ритм, да еще украшая мелодию. Ну, а по поводу масок, вот здесь мы видим самых главных богинь мордовской мифологии. Ведь мордва до 17 века были язычниками, то есть они верили, что все, что населяет их весь мир, все населено богами. Причем божества у мордвы были женского рода, и подсюда и окончание Ава, ведь Ава, богиня воды, верь Ава, богиня леса. А здесь мы видим Поксява с рожу, богиня поля, мастер Ава, богиня земли, ну и есть бог мужского рода, вот там он, у него как бы звезда в его шапке, Нишки Пас. Еще целая серия работ «Забавы детей». И здесь очень часто используется мотив качели. На праздники в любом селе устраивали не только гуляния, устраивали качели, где девушки катались на качелях, причем развивались их рубашки, из-под одной видна была другая, и юноши смотрели, какая богача, у которой лучше вышивка. Матери тоже примечали и подыскивали себе более рукастую невесту-рукодельницу. Вот одна из интереснейших работ в нашей экспозиции, работа, которая называется «Весица пятой». Это вот одна из здесь вот таких интереснейших работ Петра Владимировича Рябова. Вот семья, значит, в семье уже есть четыре ребенка, и жена ждет пятого. И с какой вот трогательной любовью, с интересом, вот замерев, да, он припал к ее чреву, да, к ее животу, прислушиваясь, как он там шевелится, когда поедет. Кто там? Мальчик, девочка. Брутальные такие вот здесь формы. Тем не менее художник прорабатывает лицо и сколько здесь и гордость за себя, за свою жену, и любопытство, кто родится, и какое-то предвкушаемое счастье, что будет пятый ребенок. Замечательная, да, вот такая вот работа. Тема материнства, она воспета художниками всего мира, а вот тема отцовства, это редкая тема. И здесь вот она звучит очень трогательно. Интересные моменты жизни. Пьяница, отец, который пропил своего коня, лошадь, и в результате сыну пришлось впрячь его в телегу, а чтобы он ехал, он перед ним привязал бутылку. И вот он, глядя на эту бутылку, ползет за ней, ползет, в общем, в качестве лошади. Ну и одна из интересных тоже работ Петра Ряба, вот сельский селач, который ни штангу не поднимает, ни гирю, а вместо штанги, здесь мы видим на огромной жерде, повисли ребятня вся сельская, ну, сколько мог он вытащил, тут мы видим раз, два, три, семь человек он, ребятишек, поднял вот такой замечательный селач. Выставка, она вот очень разносторонняя, она показывает жизнь, быт села, ну и мастерство самих художников села Подлесное Тавло, которые живут в своем селе, очень любят свое село, любят свою культуру, любят своих односельчан, и всячески стараются сохранить вот те традиции народной культуры в своем творчестве. Сам дух, менталитет жителей этого села, вот какие они, о чем думают, что они любят, что они ценят, вот это все мы можем увидеть на выставке, в их небольших работах, в их сюжетных композициях, во всех них отразилась сама жизнь. Роль вот этого организации, ассоциации мастеров села Подлесное Тавло, она и в том, что они развивают свою культуру, на нее еще и пропагандируют среди других народов России и даже за рубежом. Выставки ассоциаций мастеров «Эрмесь», они экспонировались во многих областях нашей страны, в соседних республиках, на различных фестивалях, которые проходятся в Удмуртии, в Коме, в Мариэл. Они ездят на ярмарке «Ладья» в Москву, и там участвует выставка, ярмарка ежегодная «Золотая осень», ну и ездят за границу, в Финляндию, в Таллин. То есть везде мастеров села Подлесное Тавло знают очень хорошо, видят их сразу, их опознают, а по ним опознают их село, а и опознают и нашу республику, и наш народ. Ну вот в этом, я думаю, их большая вот такая вот культурная миссия, культурная роль. Редактор субтитров А.Семкин